МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Вечер добрый. Добрый. Вы Мишу случайно сегодня не видели? Нет. А что? Да мы просто с ним к приятелям на день рождения собирались, а его нет. Ничем не могу вам помочь. Он меня в свои планы не посвящает. Миша! Миша! Что это такое? Стойте, не закрывайте дверь. Мне свет нужен. Это кровь. Кровь? Ой, на двери кровь. Вы думаете, это кровь? Да я 30 лет проработала медсестрой. У вас телефон, думаю, есть? Есть. Скорее вызывайте милицию. Ой, беда. Беда какая-то. Эта история произошла в середине 70-х в городе Белгороде-Днестровском Одесской области. Пропал Михаил Носов, преподаватель химии в местном сельскохозяйственном техникуме. Он не отвечал на телефонные звонки и не открывал дверь. Хотя, судя по всему, он находился в своей квартире. Обнаруженная на дверной ручке кровь говорила о том, что Носов, вероятно, попал в беду. Вскрывая дверь, работники милиции пришли к выводу, что хозяин заперся изнутри. Оба замка были закрыты. Да еще и цепочка наброшена. Михаил Носов был в комнате, сидел в кресле, склонив голову на грудь. Выглядело это так, словно мужчина просто задремал. Мертв. На лице погибшего свежие следы от побоев. На левом виске большая гематома. Бровь рассечена. Рана довольно глубокая. Много крови. Она попала даже на брюки. Рядом на столике миска с водой. В левой руке у Носова был зажат мокрый окровавленный платок. Видимо, пытался оказать себе первую помощь, но недооценил серьезность полученных травм. Вскрытие показало, что Михаил Носов умер от кровоизлияния в мозг. Помимо внешних повреждений, были и внутренние. В мозгу, в левой височной области, как раз в том месте, где осталась гематома, лопнули несколько крупных сосудов. Ну, я так полагаю, что сам упасть и так удариться он не мог? Да, конечно. У него несколько ударов. Причем с разных сторон. Да. Слева бровь, справа губа. Да и зубы шатаются. Значит, версию о несчастном случае мы отметаем сразу. Без обсуждения. Было ясно, что Михаила Носова кто-то избил. Эксперт установил, что смерть наступила не более чем за 15 часов до того, как нашли тело. Он потерял сознание и, не приходя с себя, ночью умер. Значит, передрягу он попал накануне? Да, травмы свежие. Угу. Ну, спасибо. Заключение будет сразу ко мне? Конечно. Осмотрев квартиру погибшего, следователь Нестор Головин пришел к выводу, что драка произошла за ее пределами. Подтверждением тому были прежде всего пятна крови на внешней стороне двери. То есть домой он вернулся уже избитый. К тому же никаких следов борьбы в самой квартире не было. Ну, драка произошла на улице. Наверное, на пьяное хулиганево дворе нарвался. Да не думаю. Вон на столе часы лежат. Носов в них пришел. А потом снял, чтоб в миски не замочить. И шо? А не шо. Шпана на людей нападает, когда у них на бутылку не хватает. Так вот, часы сняли бы в первую очередь. Угу. Угу. Вот это, наверное, его пальто. Ну, где ты видел грабителей, которые не позарились бы на бумажник с такими деньгами? Нигде. Ну, ты, Яна, за что? Не, Саш, это не ограбление. Здесь другой мотив. На, приобщи к делу. Угу. Хорошо. А дед Носов был так, словно вернулся с собственной свадьбы. Новый костюм, импортный галстук, белая рубашка под запонки. Правда, с левого рукава запонка исчезла. А вот на правом осталось. И это была не какая-то бижутерия, а настоящая золотая вещь весьма тонкой работы. Не могли же грабители забрать одну запонку, а вторую оставить? У этого преступления определенно был какой-то иной мотив. А запонка, скорее всего, была сорвана в драке и утеряна. Запонки изобрели французы. Еще в 17 веке, во времена правления Людовика XIV. Все эти годы запонки были, да и сейчас, остаются символом изысканности и элегантности. Мужчина, который хотел выглядеть стильно, обойтись без этого аксессуара не мог. Производились запонки на любой вкус и любой карман. Среди них были настоящие произведения искусства из золота 750-й пробы, инкрустированные драгоценными камнями. Частично восстановить картину событий субботнего вечера помог дворник Юрий Борисович. Он видел, как Михаил Носов заехал во двор на своем красном запорожце. На часах в тот момент было около девяти вечера. Когда водитель вышел из машины, чтобы открыть ворота гаража, к нему подошел какой-то мужчина. Похоже, он ожидал Михаила, сидя в сторонке на лавочке. Лица этого человека дворник не разглядел. Мужчины поздоровались. Они определенно были знакомы и вместе зашли в гараж. Машина осталась стоять снаружи. Что происходило дальше, Юрий Борисович не видел. Он закончил свои дела во дворе и ушел в дом. Автомобиль остался стоять на пятачке перед гаражом. Внутрь Носов его так и не загнал. Вероятно, не до машины ему было. Ключи от гаража нашли в квартире. И когда сыщики подошли к гаражу, машина так и стояла возле него, открытой. Ну что здесь? Вроде лаком пахнет. Точно лак. И по краям кто-то потоптался. Мы внимательно осмотрели вещи убитого, и на ботинках следов лака нет. Это, скорее всего, потоптался тот, кто его бил. Очень может быть. Очень может быть. Это что у нас? Вот это машинное масло или кровь? Кровь. Машинное масло намного темнее. Ну, вот и я думаю, что кровь. Понятно. О! А вот и наша потеряшка. Запонка, что ли? Запонка, Петя. Только это не просто запонка. Это, можно сказать, свидетель преступления, который все видел, но молчит. Оформи, как вещдок. Что-что-что-что-что-что-что-что-что. Ниточка прицепилась. Шерстяная. Разве это шерсть? Шерсть, Петя. Когда ваша жена увлекается вязанием, вы научитесь отличать Ангору от Махера. Нестор Иванович. Даже невольно, да. На Носове не было ни одной из шерстяной вещи. На Носове не было. А вот на том, кто его бил, похоже, была. Ниточку тоже на экспертизу. Узнаем о ней побольше. Эта улика, маленькая золотая запонка, зацепившаяся за ножку нитью, впоследствии станет одним из ключевых вещественных доказательств в этом деле. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Скажите, а вы что-то можете сказать о Михаиле Носове? Носов с соседями почти не общался. И уж тем более не посвящал их в свои планы. Куда именно Носов ездил в тот день, Юрий Борисович не знал. Но кое-какие догадки у людей были. В малолетке своей, наверное, катался. Какой малолетке? А я не знаю, как ее зовут. Роман, у Миши, со студенткой. Он в местном техникуме преподавателем работает. Ну, вернее всего, в этот день он был у нее. Суббота как-никак. Но иначе куда? Точно у нее был. Угу, ясно. Ну, спасибо вам большое. До свидания. До свидания. До свидания. В субботу в техникуме занятия были. Но у Носова это был методический день. Фактически выходной. Здравствуйте. Следователь прокуратуры Головин. Здравствуйте. Пересаживайтесь. Но, как выяснили сыщики, на работу он зачем-то заезжал. В первой половине дня просидел минут 20 у своего приятеля, преподавателя физкультуры, Леонида Поличенко. А потом уехал. Зачем он в субботу заезжал в Носов? Подал пять. В свой законный выходной? Да еще и в парадном костюме. Поличенко узнал о смерти Носова еще до приезда следователя. Было видно, что эта новость его опечалила. Но Головин чувствовал, что это не единственная причина неразговорчивости физрука. Может, он сюда заезжал за своей девушкой? А вы не знаете. Ну, в общих чертах. Ну, я не хотел об этом говорить. Раз уж вы в курсе, да, за ней заезжал. Но приехал раньше и пришлось ждать, когда у Тани закончится урок. И о чем вы болтали? Если не секрет, конечно. О Татьяне. Ну, он говорил, а я слушал как-то так. Ну, хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. Татьяна Киржакова? Да. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Татьяна Киржакова так звали юную возлюбленную Михаила Носова. 18-летняя студентка техникума училась на четвертом выпускном курсе. Девушка выглядела подавленной. И, как показалось Головину, чего-то очень боялась. Скажите, Татьяна, вы встречались с Михаила Носовым в субботу? Да. Он меня после занятий забрал. Вы куда-то ходили? Ходили в кино, а потом в кафе пирожные ели. Потом я попросила отвезти меня домой. Я простудилась и не очень хорошо себя чувствовала. А в котором часу вы расстались? Ну, около девяти. Приблизительно в это же время, по словам свидетеля, Носов вернулся домой. Ага. Скажите, а как далеко вы живете от Михаила Носова? Да. Минут десять ездаю. Не больше. Минут десять. Ну, хорошо. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. В рассказе Татьяны не было ничего, что могло бы вызвать подозрение. Все стыковалось. Головин никак не мог понять причину ее страха. Но когда сыщики стали разбираться детальнее, то сразу поняли, чего так боялась девушка. Дело в том, что ее отец, Захар Кержаков, был, мягко говоря, не в восторге от того, что его 18-летняя дочь связалась с 40-летним мужиком. Саму Таню он, разумеется, ни в чем не винил. Считал, что ей просто запудрили мозги. Кержаков несколько раз приходил в техникум, требовал, чтобы Носов держался от Татьяны подальше. Обычно конфликт ограничивался криком, но месяц назад дошло до рукоприкладства. Поскольку Носов игнорировал все требования Кержакова, возмущенный отец пошел на крайние меры. Он встретил Носова в парке, когда тот шел с работы. Я говорил тебе, Танюшу оставить в покое. Ты что, совсем обалдел, что ли? Последний раз говорю, еще раз подойдешь к моей дочери, вырву ноги с корнями. Ты меня понял? Да понял я, понял. Все это произошло при свидетелях. Носов мог легко призвать Кержакова к ответу, но подавать в милицию заявление на отца своей девушки Михаил не стал. Можете вас помочь? Все в порядке, спасибо, спасибо. Все в порядке. Разумеется, Захар Кержаков сразу попал под подозрение. К тому же он подходил под общее описание, составленное свидетелем, который видел преступника возле гаража Михаила Носова. Рост чуть выше среднего, крепкого телосложения. В своей квартире найден мертвым учитель химии сельскохозяйственного техникума Михаил Носов. Мужчина был жестоко избит. Следователь предположил, что потерпевший пытался сам себе оказать помощь, недооценив полученной травмы и скончался от потери крови. Дворник видел, как накануне вечером Носов с неизвестным мужчиной вошел в свой гараж. Именно там Михаила избили. Под подозрение попадает отец девушки, которому не нравилось, что 40-летний преподаватель встречается с его 18-летней дочерью. Несколько месяцев назад он уже пытался разобраться с Михаилом при помощи кулаков. Где вы были в субботу? В Одессу ездил. Зачем? Зател в ремонт, хотел по хозмагазинам пробежаться. А когда вы домой вернулись? Поздно, около 10. А как такое может быть? Автобус из Одессы до Белгорода Днестровского уходит в начале 8-го? Знаю, теперь уже знаю. Я додумал в начале 9-го. Пришлось идти на трассу, на попутках добираться. Номер вы, конечно, не запомнили. Нет, помню ЗИЛ 130-й был. Водитель рассказывал, получил машину из Одессы, в совхоз себе гнал. Грузовик не новый, ну, отдали на село добивать. Понятно. А куда он ее гнал, в какое село? Он мне рассказывал, да я не спрашивал. А у вас есть какое-то подтверждение чеки с магазинов? Да, секундочку. Пожалуйста. Толя, это надо будет проверить. Производство кассовых аппаратов в Советском Союзе наладили в середине 30-х годов. Но массовое распространение они получили только в 60-х, 70-х годах. В то время кассовые аппараты управляли с помощью ручки на корпусе. Чтобы произвести операцию, ее следовало провернуть. Более поздние модели оснащались электромотором. Кроме суммы, аппарат мог выбить номер отдела, а также специальную кодовую букву. История Киржакова о возвращении домой на попутке была похожа на вымысел. На самом деле мужчина вполне мог вернуться домой на последнем автобусе. И в половине девятого вечера поджидать Носова у его гаража. Скажите, это ваш свитер? Да, мой. Вы разрешите? Да, конечно. Петя, свитер на экспертизу. Гражданин Киржаков, вы задерживаетесь по делу гражданина Носова. Вам придется проехать с нами. Одевайтесь. Но на следующую ночь произошло событие, которое заставило следователя посмотреть на дело под другим углом. И усомниться в том, что он правильно определил мотив преступления. Кто-то вломился в дачный домик Носова и разгромил его. Дача досталась Михаилу в наследство от родителей. В эти выходные там находилась его сестра Елена вместе с мужем. А на следующий день, после того, как они уехали домой, соседи сообщили, что дачу ограбили. Грабитель разбил оконное стекло, отодвинул задвижку и открыл окно. Именно так он попал внутрь дома. Осторожно, не топчи здесь следы крови. Наверное, он руку порезал, когда залазил. Весь дом был перевернут вверх дном. А тут что? Нет, это все не то. Взломщик обыскал даже печь. Все дверцы были открыты. Пепел вывернут на пол. Но что странно, в доме, по словам Елены, ничего не пропало. А здесь и не было ничего. Я имею в виду ничего ценного. Такого, что можно было бы украсть. Ты же тогда искал грабитель. Даже не представляю. Ой, смотрите, у вас пуговица оторвалась. Тот, ёрк, макарёк. Давайте я пришью. Давайте. Это было очень необычное преступление. Проникновение со взломом без ограбления. И всё это через несколько дней после смерти хозяина дачи. Может быть, просто совпадение? Могли ребята из соседнего села похулиганить? Может, и совпадение. А может, и нет. Но если эти два преступления связаны между собой, то мы ищем убийцу не там. А что, если у Носова было что-то ценное? Какая-то вещь, на которую претендовал ещё кто-то. Ну, теперь порядок. Если между убийством Носова и разгромом его дачи действительно существовала связь, задержанного Захара Киржакова следовало немедленно выпустить из-под стражи. Во-первых, его мотив был нематериальный. А во-вторых, вломиться на дачу он просто не мог. Потому что в ночь, когда это случилось, Киржаков находился в камере временного содержания. Рассказ Киржакова о том, как он в день убийства Носова добирался домой на попутки, решили проверить. Выяснилось, что один из автотранспортных парков Одессы действительно списал несколько старых машин. Последнюю из них забрали в субботу. Она уехала на юг области, в село Софиевка. Сыщики встретились с водителем этой машины. О! Любишь кататься, люби и самочки возить? Как-то так. Здравствуйте. И вам. Следователь Головин из прокуратуры. Да. Так это что, 130-й? Он самый, родиомый. Так вы и перегоняли ее из Одессы? Ну, конечно. Скажите, а вы подвозили кого-то из Одессы до Белгород-Днестровского? Нет. Нам запрещено убрать пассажира. Дорогой мой человек, вы понимаете. Нестор Головин пояснил, почему ему важно знать правдивый ответ на этот вопрос. и пообещал сохранить ответ в тайне. Так был пассажир? Ну, был один. Попросился на автобус, опоздал. Ага. Скажите, пожалуйста, это он? Он. Он. Вы хорошо рассмотрели? Точно, точно он. Точно он? Точно он. Ну, хорошо. Спасибо большое, вы нам очень помогли. Не ломайтесь больше. До свидания. История, которую сыщикам рассказал Захар Кержаков, полностью подтвердилась. Кроме того, криминалисты изучили ниточку, которая прицепилась к запонке убитого. Это была чистая шерсть. А свитер Кержакова был связан из ниток на треть, состоящих из синтетики. Да и цвет не совпадал. Все это означало, что Кержаков невиновен. Версия о том, что покойный имел с кем-то конфликт на материальной почве, стала основной. Оставалось только узнать, с кем именно. Нестор Головин рассчитывал, что найти ответ на этот вопрос ему помогут друзья убитого. Дмитрий Селиванов был знаком с Носовым с детства. Это он поднял всех на ноги, когда Михаил перестал отвечать на телефонные звонки. Дмитрий Селиванов, проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Извините. У Дмитрия были предположения насчет того, кто мог стоять за убийством его друга. Вы знаете, я не удивлюсь, если это дело рук его студентов, нынешних или бывших. Что Миша был таким строгим учителем? О мертвых плохо не говорят, но это особый случай. Миша, скажем так, был избирательно строгим. По словам Дмитрия, Носов выбирал слабых студентов и осознанно заваливал их на экзаменах. Так что людей, желающих мести, могло быть предостаточно. И у тех студентов, на которых пал его выбор, шансов пересдать экзамен без подаяния не было. А так что же, он деньги со студентов требовал? Нет, не требовал. Они сами ему их несли. Да и не только деньги. Ведь не у всех они есть. Ну да, конечно. Прошлой весной студентов Михаила Носова видели на его дачном огороде. Преподаватель проявлял изобретательность, когда речь шла о поиске альтернативных способов сдавать хвасты. Проверить эту информацию можно было только в самом техникуме. Руководство учебного заведения, разумеется, заявило, что Носов никаких податей со студентов не брал. Извините. Немножко решил размяться, пока вас ждал. Скажите, вам что-то известно о том, что Михаил Носов брал податей со студентов? Вы опять такое спрашиваете, что не хочется об этом рассказывать. Но если это поможет делу, дело в том, что Мишу шантажировали. Да? А кто? Тут есть двое раздолбаев. Я не знаю, как они доучились до третьего курса. Их успехи были только у меня, на физкультуре. Поличенко рассказал, что двое студентов были теми счастливчиками, которые пахали в огороде Носова прошлой весной. А если он откажется ставить зачет? Да не откажется. Уверен? Конечно. Михаил Юрьевич, а мы вас ждем. Постойте. В чем дело? Что вам нужно? Я спешу. Завтра на перемене меня найдете. Да мы вас уже нашли. Если кто-то не хочет получить в Нос, то будет слушать внимательно. Мы больше не будем работать у вас на даче. А зачет вы нам поставите просто так. Иначе будут проблемы. Понятно? Носов, конечно же, хотел выбраться из передряги целым и невредимым. Потому быстро согласился на требования шантажистов. А чем дело закончилось? Я не знаю. Миша испугался, заболтнул мне. Потом на эту тему мы не говорили. Однажды он сказал, что как-то решил этот вопрос, но как в подробности не вдавался. Угу. Раз студенты работали у Носова на даче, значит, дорогу туда знали. Правда, что именно могло их там интересовать, тоже оставалось загадкой. Об Александре Швеце и Романе Левицком, так звали юных любителей легкой наживы, тут же навели справки. Оказалось, что Левицкий так и не сдал зимнюю сессию, был отчислен и отправился домой, в село на другом конце Одесской области. Швец еще учился, но, видимо, тоже собирался вылететь на следующей сессии, поскольку уже неделю не ходил на занятия. В субботу на Лиман поедем? Александр Швец серьезно увлекался борьбой. Если занятия в техникуме он прогуливал без зазрения совести, то тренировки не пропускал. Его перехватили, когда он выходил из спортзала. Смотри. Пойдем. Александр! Нет, вы ошиблись. Лежать! Далеко не убежал. На допросе швец заявил, что Михаила Носова никогда не шантажировал и ничего у него не требовал. Я вообще не понимаю, о чем вы меня сейчас спрашиваете. Не понимаете? А чем вы занимались в минувшую субботу? Дома сидел. Дома сидел. Какая грозная штука. Такое можно и человека убить. А, швец? И почем мне знать? И вообще я больше ничего говорить не буду. Значит, в молчанку играем. Нет, просто я не понимаю, что вы от меня хотите. У следствия были причины подозревать Александра Швеца в нападении на Михаила Носова. Но улик против парня не было. Уведи его. Вскоре к великому разочарованию сыщиков выяснилось, что их и не могло быть. Оказалось, что Александр Швец в свободное от учебы время промышляет разбоем и всегда носит с собой кастет. Именно поэтому парень оказал сопротивление при задержании и молчал на допросе. В ту субботу, когда был избит Носов, Швец находился на другом конце города. Вместе с приятелем они подкараулили в парке одинокого прохожего, сбили его с ног, забрали часы и бумажник. Но действовали грабители очень непрофессионально. Жертва увидела их лица. Были составлены фотороботы. Они висели в каждом районе, благодаря чему Головин, собственно, и узнал, что поймал не своего, а чужого преступника. Следствие снова зашло в тупик, но вскоре преступник сам подсказал, как выйти на его след. В милицию поступило сообщение о том, что кто-то пытался проникнуть в квартиру Михаила Носова. Что вы там делаете? Сейчас милиция приедет. Алло, милиция, срочно! Здравствуйте! Здравствуйте! Это вы нам звонили? Да. Ну и что тут у вас? Вот, ограбление. Угу. И в котором часу это произошло? Около одиннадцати. Около одиннадцати. Ну да, домушники в это время как раз работают, когда все на работе. Да нет, Саша. Домушники обычно замки открывают. А наш с Ломиком пришел. Не, здесь работал непрофессионал. Анастасия... Максимовна. Максимовна, скажите, а лица грабителя вы не запомнили? Нет, нет. Он сразу убежал вниз. Кстати, лицо у него было закрыто воротом свитера. Свитера? Да. После упоминания о свитере, Головин был почти уверен, что Анастасия Максимовна видела именно того человека, который избил Носова, а потом вломился на его дачу. Очевидно, там он не нашел того, что искал, и теперь попытался перенести поиски в квартиру своей жертвы. Но неудачно. Вот что, ребятки, я думаю, что ключ к раскрытию нашего преступления кроется именно за этой дверью. И нам надо узнать, что именно хотел найти преступник в квартире Носова. В своей квартире найден мертвым учитель химии сельскохозяйственного техникума Михаил Носов. Мужчина был жестоко избит. Следователь предположил, что потерпевший пытался сам себе оказать помощь, недооценив полученные травмы и скончался от потери крови. Через несколько дней неизвестный влез в дачный домик Носова, а еще через день кто-то попытался открыть его квартиру. Сыщики поняли, что убийца что-то ищет. Чтобы разобраться в мотиве убийства, необходимо определить, зачем охотился преступник. Получив санкцию, сыщики отправились на квартиру Михаила Носова. Оперативники заглянули во все шкафы, перелистали все книги на полках, осмотрели все коробки и ящики. Ничего. Да мы здесь ничего не найдем, Нестор Иванович. Но мы в прошлый раз здесь все хорошо осмотрели. Ну а вдруг не все. Смотрите, внимательно смотрите. Ребят, может кто чаю хочет? У меня с ромашкой. Нет, спасибо. Если без ромашки можно было бы. Но тебя не угодишь. А матрас-то новый. И что? А то, что в одном месте он распорот, а потом опять зашит. Ткань просто так в этом месте порваться не могла. Угу, точно. А ну-ка давай посмотрим. А ну подержи. Где-то он что-то так. Опа. Ого. А это еще что такое? Это? Ёк-макарек. Так это ж царские червонцы. Причем золотые. Тут, наверное, целое состояние. Наверное. Стал ясен мотив преступления. Но чтобы продвинуться дальше, следователю предстояло выяснить, откуда эти монеты взялись у Носова. И кто знал о том, что он хранит в квартире такое богатство. Под царским червонцем обычно подразумевает золотую монету конца 19-го, начала 20-го веков. Номиналом 10 рублей. Отчеканенную во времена, когда Российской империей правил Николай II. Это была совсем небольшая монета, диаметром чуть больше 2 сантиметров и весом почти 8,5 грамм. До начала Первой мировой золотые монеты ходили свободно. Многие люди охотно меняли их на бумажные деньги, считая ассигнации более удобными в обиходе. Сыщики снова опросили друзей и родственников Михаила Носова. А, Елена, присаживайтесь, пожалуйста. Все они о золотых царских червонцах слышали впервые. Но сестра убитого, Елена, догадывалась, как они могли попасть в руки ее брата. Дело в том, что прошлой осенью Миша разбирал старый особняк. Он хотел баню на даче построить. А стройматериалы и сами, знаете, в дефиците. И тут подвернулась возможность. Так что он, разбирал дом в буквальном смысле? Да, оконные рамы, двери, деревянные балки между этажами. Многое можно использовать повторно. Мне кажется, что разбирая где-нибудь перекрытие, он мог наткнуться на тайник, оставленный старыми хозяевами. Скажите, а он работал сам или с помощником? Ему приятель с работой помогал. Леня Поличенко. Леня Поличенко? Учитель физкультуры. Эта информация очень заинтересовала следователя. Появилась новая версия. Двое приятелей нашли клад и не смогли его поделить. Главин навел справки о Леониде Поличенко. В детстве увлекался боксом, но звезд с неба не хватало. Должность преподавателя физкультуры стала вершиной его карьеры. В свои 30 он был неженат и проживал в общежитии. Криминального прошлого не имел, если не считать того, что в подростковом возрасте у него был один привод за мелкое хулиганство. Последние несколько дней Поличенко не появлялся в техникуме. Там сказали, что он приболел. А Главин для себя отметил, что в то утро, когда кто-то пытался вломиться в квартиру Носова, Поличенко отсутствовал на работе. Здравствуйте. Разрешите? Леонида Поличенко застали дома, в общежитии. Он и правда взял больничный, хотя вид имел вполне здоровый. А что это у вас с рукой? А это чепуха. Оббитый кафель в душе порезался. Главин вспомнил о каплях крови на полу на даче Носова. Преступник тогда порезался о кромку битого стекла, когда лез через окно. Порез на руке Поличенко был еще одним аргументом в пользу версии о том, что тем преступником был именно он. Это ваше? Свитер, да, мой. Мистер Иванович. Ну-ка, подержи. Ну, что это у нас тут? В запонке убитого застряла серая шерстяная нить. Свитер Поличенко был точно такого же цвета. Когда же Головин увидел на рукаве зацепку с оборванной нитью, то сразу понял, он нашел того, кого искал. Гражданин Поличенко, одевайтесь, поедите с нами. Криминалисты сняли отпечатки пальцев Леонида Поличенко. Они совпали с отпечатками, найденными на даче убитого Носова. В общежитии изъяли пару ботинок. На подошве одного из них остался лак, который обнаружили в гараже убитого. Ну что ж, гражданин Поличенко, экспертиза установила полную вашу причастность к этому делу. Так что, я думаю, отпираться бесполезно. Я думаю, чистосердечное признание суд учтет. Так это вы поджидали Носова у его гаража? Да, я. А потом вы его убили? Я его не убивал. Во всяком случае, я этого не хотел. Надеясь на максимальное смягчение приговора, Поличенко согласился рассказать всю историю в деталях. Все началось полгода назад, осенью. Миша, иди бегом сюда. Супер. Ух ты, елки-палки. Откуда это вообще? Прямо здесь нашел. Ушлый Михаил Носов сразу прибрал клад к рукам и взял все хлопоты, связанные с продажей золота, на себя. А сейчас их нужно спрятать. А где? Ну, у меня, разумеется, у тебя же нельзя. Общака есть общака, ты же сам понимаешь. Ну, да. Время шло, пролетела осень, за ней зима, а Носов все никак не мог найти покупателя. Что и неудивительно, поскольку нужных связей у него не было. Поличенко нервничал, он боялся, что Носов решил оставить все золото себе. Спустя шесть месяцев физрук решил, что больше ждать не может. В ту злополучную субботу Носов приехал в техникум, чтобы встретить после занятий Таню Киржакову. Привет. Знаешь, я не могу больше ждать. И что ты предлагаешь? Я забираю свою половину и сам найду, как ей распорядиться. Забираешь? Куда? У тебя в общаге монеты сопрут на следующий день. Я их спрячу и продам. Купишь норковую шубу, цветной телевизор и водки на сдачу, чтобы весь этаж напоить. Если тебе хоть что-то отдам, ты же и прогоришь. Короче, давай так. Через месяц я продам монеты. Получишь свою долю и будешь ей распоряжаться так, как тебе заблагорассудится. Но Поличенко больше не верил своему приятелю. Он понял, что тот даже не собирается с ним делиться. В тот же день вечером физрук дождался, пока Носов вернется домой. Он встретился с ним в гараже. Что ты делаешь? Тебя ждал. Зачем? Поговорить? Ну, заходи раз поговорить. Сейчас свет выключи. Говорить было уже не о чем. Так что Поличенко сразу пустил в ход кулаки. Он был уверен, что Носов заявление в милицию писать не станет. Ой, хвоя! Я хочу получить свою половину прямо сейчас. Не выйдет. Тебя добавить? Все равно не выйдет. Я монеты на даче спрятал. Там сейчас сестра сидит с мужем. Они там и буги переклеили до вторника. Пап, сошел. Они сегодня не найдут. Да не найдут. Я их в печь спрятал. Они туда не полезут. Матя. Хорошо. Но в среду мы вместе едем туда, и ты мне мое отдаешь. Идет? Идет. Было бы за чего так нервничать. Теперь сыщикам стало понятно, почему Носов не поехал в больницу. Медики сообщили бы в милицию, что к ним обратился пациент с побоями. А Носов в поле зрения стражей порядка попадать не хотел. Когда Поличенко узнал о смерти Носова, то сильно испугался. В его голове крутилась мысль о побеге. Но куда бежать без денег? И тогда он решил все же завладеть золотом. Дождался, пока дача Носова опустеет, и ночью проник в дом. Вот гад. Блжевая тварь. Проникнуть в квартиру Михаила Носова Поличенко не удалось. Зато удалось помочь сыщикам. Поличенко, по сути, сам подсказал головину, где искать мотив преступления. Суд поверил в то, что убийство Михаила Носова было непреднамеренным и квалифицировал преступление как нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Также суд признал Поличенко виновным в попытке совершения двух краж с проникновением. В итоге Леонида Поличенко приговорили к семи годам лишения свободы. Он отсидел весь положенный срок. В колонии с Поличенко произошел несчастный случай. Как-то работая на деревообрабатывающем станке, он лишился трех пальцев на правой руке. Когда бывший физрук вышел на свободу, устроиться на прежнюю работу ему уже не удалось. Поличенко перебрался к родственникам в Винницу, где до пенсии работал охранником в пункте проката прогулочных лодок. Продолжение следует...